привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить black mesa мы находимся в принципе уже у поверхности выбрались самых таких нижних уровней лаборатории надо сказать здесь даже похуже потому что здесь куча солдат и они все чистят просто при этом кроме них здесь хватает другой угрозы скажем вот тут и вот тут в испытательных камерах у нас бойцы зен не простые то есть вартигонты они простые вартигонты вот охрена я это сделал а я просто большущий молодец и зачем зачем что это было зачем я ну хватит и хватит делать не подумавши так вот а между собой разбирайтесь что ли где они вообще так солдатики всех зачистили ладно лично мать вашу за ногу так ладно хорошо у нас серия началась короче говоря увидите почему это плохо то что солдат много потому что солдаты у нас очень злые но тем не менее мы справились конечно довольно коряво но уж как получилось ты посмотри я они уже на самом деле какие-то в броне это это кто вообще такие это же не ворты даже это у них по два глаза но при этом как в борту на половину люди на половину ворты что ли я не знаю странно странно странными делами тут занимаюсь похоже в этой лаборатории но по сути даже хорошо что мы сагрили всех кого только можно потому что хотя чё хорошего то блин по крайней мере одни все в одном месте оказались и разобравшись с ними хотел сказать больше мы их не встретим но я уже слышу за углом стандартные армейские переговоры так сейчас понесется не знаю но судя по ощущениям нам сюда давайте сходим в тот угол посмотрим возможно там что то есть типа здоровье мы же не были офигеть офигеть то есть куда ни иди все равно придешь куда-нибудь да тут я был а а то есть получается отсюда мы прошли вон туда вышли в лобби все соединено хорошо дальше что у нас здесь тогда ощущение что мы сейчас придем опять к тому же складу а бсод опять на мониторе короче говоря все можно было сделать гораздо проще нажать вот эту кнопку и они вот тут все сгорели ну ладно кто же знал после драка кулаками не машет как говорится зато серия с экшен началась многие же любят экшен на мой взгляд все таки Black Mesa как оригинальный Half-Life в первую очередь не экшоном сильно а своей атмосферой и своим на удивление таким совершенно не устаревающим геймплеем то есть стрелять конечно интересно но фишка далеко не в том так мы сейчас прошли вот так вот так мы здесь находимся у нас лаборатории будут и мы уже практически сделаем круга отсюда мы пришли вообще в самом начале сейчас мы почти еще несколько помещений короче говоря а тут уже у нас начнется вообще какой-то кошмар просто хотя мы в этом кошмаре уже были так ладно чё-то нехорошие звуки идут из-за этой двери офигеть я даже рад что у нас ничего не открывается ученые они специально наверное включили чтобы сюда никто не мог попасть это хорошо наконец-то выжившие возможно они смогут нам открыть дверь которая нам нужна потому что у нас напомню сейчас все упирается в то что мы не можем выбраться потому что офигеть в пузо ему попали у нас еще сколько полос прежде чем помеш короче мы не можем выбраться потому что там сканер сетчатки у нас нет к нему доступа здесь похоже воссозданы условия сделано куда я иду вообще блин тут столько всего это обалдеть смотровая мойте руки всякий как гадюшника экспериментальный газ сюда нужно вставить или подожди они специально сюда этот то есть может этот газ эта атмосфера как раз таки сделаем анатомия этого необычного пациента краба похоже понятно короче кому нужна википедия есть вот такой штук я еще не видел я вообще не представляю что это такое может это да ладно так сюда нужно найти какой-то баллон бы в принципе я пока не понимаю зачем нам туда вообще стоит идти но место интересно сжатый цианоген хлорида окей ага дрованул вас всех так теперь туда идти я думаю не стоит или оно сейчас выветрится я вообще не знаю для чего я это все сделал но мне понравилось охота просто туда заглянуть но похоже нет все заражено ладно уходим отсюда это было интересно блин я конечно блин пустите меня пожалуйста ну ладно надо было сначала смотреть фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу места все похожи как-то в начале там еще более-менее понятно было потому что полосы шли красные зеленые там специально чтобы народ не заблудился по каждому направлению своя полоса и по ней можно было просветить и то есть на стене тут же прям сколько этих сторожевых постов все похожи друг на друга сюда нам надо я уже практически везде тут был похоже сюда мы естественно не попадаем но попробовать стоило ладно отличное место пока что это место мне нравится больше всего то есть не учитывая начало игры конечно там вообще круто вот из того что было в игре это по моему самое крутое очень такой атмосферный очень даже страшные временами на газ смотри так и не выветрился куда это мы ну там видели есть какие-то ученые я не знаю они то ли заперты там за этим непонятным хирургическим аппаратом то ли они сами заперлись то ли их заперли разберемся короче я думаю можете разберемся может их первый последний раз видели декабрь сейчас что ли 25 сейчас нет сегодняшний испытуемый готов к извлечению из креогеники так так ну короче понятно офигеть да выходи то уже слышу тебя боли тихо не шуми офигеть что тут было знает даже не хочу периодическая таблица клево чё нажмем на счет незнакомую кнопку ладно бы если раньше мы там просто на каких технических помещениях эти кнопки жали там высунув язык как мартышка то здесь уже такое ощущение что можно нечаянно запустить какой-нибудь андронный коллайдер вот вот ну что я сделал сейчас что уже не выключается да чё вы творите там ух ты говорит это чё за штука можем мы используем какое оружие да как можем говорит осторожнее она перезаря то есть перегружена в каком смысле перегружена и вон вылетает так ладно когда пока не пойду судя по голосу это ух ты это не бар не колхун там у нас в этом помещении бар не колхун это кому нужно то знать кто такой кому не нужно поиграть half-life 2 и все поймете да это я не бар не был перезаря перегрузилась пушка это правая кнопка я помню эту пушка а может быстро вот так вот а может долго заряжаться и потом в результате шарахнуть как надо что мы делаем вообще но вроде что то получается так короче ускоритель частицы у нас в руках офигеть так ну ладно я не думаю что эта пушка мне сильно пригодится потому что она по сути не очень удобная ну давайте попробуем так нужно еще один луч пригнать похоже и тогда что что произойдет то я фигеть что рейлган какой то что ли убедитесь что щит опущен то есть запитан до того как стрелять лазером но мы конечно уберем его нам стену похоже пробить нужно так ну ладно пойдемте еще искать сейчас она у нас не запустится я думаю да нужно второй поток направить да как я и говорил эта пушка мне не очень нравится но в целом неплохая и во второй части насколько я помню на баги когда ездишь на баги закреплена как раз именно именно она так хорошо есть ли еще где похоже что нет вот там за дверью кому то явно нехорошо стало блин надо убираться отсюда тут зачистка идет просто кровища кругом мозги ой только не эти твари ханда и за стеной мне бы сейчас граната какую-нибудь чипсы рэмблерс ботан доктор джей гуэлш наверно один из разработчиков игры почему то есть такое ощущение а здесь по ощущениям кто то как раз то есть модель уровня в 3d выставил скриншот такая небольшая пасхалка но еще есть не все нормально фу пакость но миленький при этом сложно передать гамму чувств которые вызывают эти твари но я все такое хотел если бы конечно не шумела процесс пошел не знаю не стрел по моему гораздо лучше чем вот эти вот всякие мега пушки энергетические по крайней мере более серьезно выглядит а вот по сути на mp5 так по внешнему виду установлен глушитель да почему же она так громко стреляет может это просто толщенный ствол какой-то так ну что давайте посмотрим что будет если щит поставлю в порядке эксперимента в порядке эксперимента если выстрелить вообще просто тупо в стену перезарядилась выстрел вот как так пожалуй мне нужно подождать пока это все остынет нет остывает вообще она полезли мы же в костюме котельная выголод просто блин расплавившийся бетон на такой не каждый день увидишь блин это было очень круто просто вынесла стил зачет зачет так на куда же мы в итоге попали я думал мы сейчас пойдем к докторам блин не что-то похоже что нет и по нам мать на сжигали не удавшиеся эксперименты похоже пелоса ентист слава богу да и тащите вас у вас есть доступ нужно вот эту штуку вырубить а в принципе не в доступ к сканеру сетчатки есть одного посылали но у него ничего не вышло по случаям не джудит мосман молодая похоже так ну это будет интересно как не вырубит вообще что это за на на имплантанты на сердце тупо стрелять я думаю смысла нет особо а вон она так хорошо ненавижу ненавижу эту пакость нет вот блин да подвинься ты но у пасна был так давайте ребят уже откройте мне дверь нужно отсюда убираться потихоньку военная надеюсь не пришли там пока вроде всех вынесли какие были по пути так куда нам все было слишком легко ты прав гордон посмотри подождем подозрение что слишком просто все прошло я уже слышу что все не в порядке я сам не знаю что тут происходит двери сами по себе закрылись вы блин спрячетесь там сидите где нибудь ох ты твою мать удалось давай как здесь короче говоря да сдохнет елки-палки но это было не просто где он вообще офигеть ну где ты вообще прячешься да офигеть ты издеваешься что ли так вот он где оказывается понятно ладно разобрались главное там еще кто-то а вон смотри а нет что я могу сказать это было тяжело очень тяжело но после дарк соус не страшно да это я натворил я я сам дарил сам сам поверить не могу да военные все подкрепли да военные все подкрепли я не думаю что вы встретите много наших педагогов если вы как-то выживаете долго чтобы сделать это через базу вы увидите в лабы где остальное социальное командование принимает спасение я не могу дарить риск венджрировать везде но я могу информировать тех, кто остается в ламда комплексе, что вы придете короче говоря они рисковать не будут мне сказали направляться потихоньку туда попытаться пройти через зону боевых действий попасть в лабораторию надо сказать очень мотивирует мы почти добрались до лаборатории лэмда так что это все все в прошлом короче говоря мы справимся сломалась так я надеюсь ты по крайней мере со мной не пойдешь это ты мне обузы просто будешь но надо сказать этот экшн момент был просто кошмаром каким-то ну ничего справились по крайней мере что уже само по себе хорошо фу вот это было дело конечно да паркинг да да вы офигеть офигеть и они еще на какие-то катсцены рассчитывают тут видели что там с человеком происходит что происходит человеком если его сдавливают герма двери короче говоря под конец этой миссии у нас пошел так подожди ты еще не убитый что ли я тоже думал все закончилось где тут то было так но придется по новому послушать эту катсцену так по сути давайте-ка пока мы тут как-то подготовимся я уверен что у нас здесь вот по крайней мере есть лечилки по крайней мере есть оружие ребята там пока пускай разговаривают что в прошлый раз я настолько офигевший был что даже не подобрал это все так ну ладно отлично давайте знайте мы на этом пригласим эту серию в следующую уже пойдем туда будем там разбираться потому что по сути там чувства будет боли достаточно много но при этом в принципе прорвемся не впервой все достаточно хорошо так Так что, в принципе, все круто, как видите, блин, все круто, вообще не за что ругать, единственное, ну, за некоторую корявость именно в перестрелках, но, не знаю, это скорее корявость моих рук, так что увидимся в следующей серии, надеюсь, вам нравится так же, как и мне, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok